Папа, дай денег, так пишет. Папа, дай денег. Вот я «Преступление и наказание» впервые прочитал в 11 лет. То ли дело Толстому, который вышел на крыльцо в Ясной Поляне, солнце светит, поселение и поселенки. Вся остальная Россия – это такая слабо расчлененная провинция. Я не сравниваю себя, не дай бог, с Федором Михайловичем, но... Боюсь, Женя, что это информация, которую кроме тебя здесь никто не может впитать и осмыслить. Как мы и анонсировали вам некоторое время назад, сегодня у нас довольно необычный для нашей программы выпуск. По приглашению наших друзей из фонда Петербург Достоевского и книжного магазина «Подписные издания» мы приехали в Петербург, чтобы здесь продолжить праздновать двухсотлетие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Сегодня мы поговорим с писателем Евгением Водолазкиным и актером Геннадием Смирновым о том, насколько справедливо Федор Михайлович Достоевский носит титул самого главного петербургского писателя и создателя петербургского мифа. Мы обсудим, что значит для писателя город и, конечно же, мы поговорим о замечательном проекте фонда Петербург Достоевского. Напомню, этот фонд рассчитывает в скором будущем возле музея-квартиры Достоевского открыть большой четырехэтажный культурный центр, в котором разместится и библиотека, и большой лекционный зал, и литературное кафе, и много всего другого интересного. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы собрались в этом волшебном книжном магазине, в который, мне кажется, стремятся все книголюбы нашей страны, для того, чтобы немножко поговорить о главном писателе земли русской, по крайней мере, в этом году, скорее всего, уж точно, о Федоре Михайловиче Достоевском. И я готовилась сегодня к нашей встрече. Собственно, начала готовиться уже за несколько дней, но сегодня я окончательно начала формировать как-то повестку, о чем можно поговорить, и я с колоссальным удивлением обнаружила, что писатель Достоевский до сих пор такая непеределенная зона. Я прочитала множество текстов, в которых одни люди доказывают, что писатель Достоевский, конечно же, абсолютный либерал. Либеральнее либерала. И более того, это была какая-то довольно популярная точка зрения в советское время. А с другой стороны, есть куча мнений, что писатель Достоевский, такой вот настоящий от корней патриот, что он посконный противник любого западничества и сторонник истинно русских ценностей. И я поняла, что внутри своей головы, я сама не знаю, как отвечать на этот вопрос, и есть ли ответ на этот вопрос. Я хотела бы, что называется, заслушать компетентное мнение. Женя, ты как? Если бы тебе нужно было отклассифицировать Достоевского, ты бы его куда записал? Ну, я не знаю, насколько мое мнение компетентно. По крайней мере, я его просто выражу в качестве мнения. Это, я думаю, вопрос, на который Федор Михайлович сам бы не сразу нашел ответ, потому что у него есть совершенно разные тексты, как у многих писателей, но у него особенно эти разные мнения. Это показывает некоторые полюса в самом человеке. Но меня тоже удивила вроде бы его полярность такая в высказываниях, но все-таки я нашел ей какое-то объяснение. Ведь если взять вот это разделение на западников и славянофилов, то, в общем-то, об этом сам Достоевский в «Пушкинской речи» сказал, что это странное разделение на западников и славянофилов, оно абсолютно, я не цитирую точно, но смысл таков, что оно какое-то нелогичное, непонятное. Да, я помню, он говорил, что пройдет и исчезнет. Я помню эту мысль. Да, он говорит, хотя и закономерное. Там какое-то более сильное слово использовано, какое-то несообразное, непонятное разделение. И вот здесь, что называется, дважды он попадает в точку. С одной стороны, оно действительно очень странное, это разделение. А с другой стороны, исторически оно неизбежное, то, о чем он говорит. И вот, может быть, в этой фразе и существуют его полюса. Он ведь неоднократно говорил, что он близок к славянофилам, хотя и не является им. Он говорил это так. Но вместе с тем, у него совершенно четко выражен европоцентризм. Да, вот это самое удивительное. Да, это самое удивительное, потому что в итоге он все объяснял. У него есть высказания 1977 года, там на этот счет много в дневнике писателя. Но все сконцентрировано в пушкинской речи, что он считал на этот счет. Он говорит о том, что русский – это европеец. И русские открытки в Европе. И у него там такая фраза совершенно, она звучит на грани чего-то. Он говорит, о, европейцы даже не знают, как мы их любим. И вот это отношение с Европой – это любовь, которая перемежается с борьбой. Всякая любовь, так или иначе, она предполагает и отторжение. Потому что любовь – это само по себе отделение. Любить можно только объект. А отделение предполагает и некоторый негатив. И вот это очень выразилось в Достоевском. Он любил, он побаивался Европы, он не любил ее. Вот тут был целый комплекс чувств, но больше любил, мне кажется. То есть ты его сдвинешь в сторону, скорее, какого-то условно-западнического спектра. Дело в том, что он, вот если бы я определял, я бы не определял его ни как западника, ни как словенофила. А человека, который подходит к делу во всей сложности. Кстати, я был свидетелем такого спора когда-то совсем в другом контексте. Когда-то Дмитрий Сергеевич Лихачев выпустил заметки о русском в «Новом мире». И годы спустя, когда я попросил Сергея Сергеевича Аверинцева написать текст в «Пушкино-домский сборник» о Лихачеве, он написал очень глубокий, как всегда, глубокое эссе. И он говорит, что раздавались голоса, которые оценивали по-разному этот текст, но он говорит, что он не был ни тем, ни другим. Он просто комплексно к этому подходил. И, кстати, самого Лихачева волновал вопрос о том, как себя чувствует в этом направлении Достоевский. И он сказал, что то, о чем, об открытости русского характера, то, о чем пишет Достоевский, это европейская черта. А русские, как европейцы, естественно, ее унаследовали. Лихачев был вообще горячим сторонником Европы. Он не любил даже слова «евразийство». Ну, слово «евразийство»-то понятно, кто же его любит. Он говорил, тут Азия пожирает Европу в этом слове. И он говорил, а главное – это ошибка по сути, потому что нет азийства никакого. Он говорил, Россия – это Европа, и это надо понимать. А я вот в каком контексте думала о вот этой идеологической привязке Достоевского, потому что я не знаю, читали ли вы, несколько лет назад Захар Прилепин выпустил книгу «Взвод», в которой он буквально призвал под знамена всю русскую литературу. И это была такая в некотором смысле Ноздревская книга, в том смысле, что он говорил, что вот эти писатели, они бы точно были за Донбасс, а и вот те писатели, они бы тоже были за Донбасс. А тебе стеснялись сказать это вслух, а на самом деле были бы за Донбасс. А их в душе тоже были бы за Донбасс, конечно. Он всех, соответственно, туда как-то расположил, всех призвал под свои знамена. И мы сегодня видим, то же самое происходит с Достоевским. Он всё время призывают под какие-то знамена. А вот если бы Фёдор Михайлович увидел, вот, Гена, а вам, как кажется, какого рода мы видим больше риторики, записывающей Достоевского «Куда?» Я как человек с театром в анамнезе уверен, что всё зависит исключительно от интерпретации. То есть как сыграют, туда и запишем. Как сыграют, да, так это и будет выглядеть. Оно таким не станет, но выглядеть будет так, как надо. И один и тот же текст, поставленный, условно говоря, в Гогольцентре и в Малом театре, один и тот же, те же самые буквы, будет выглядеть совершенно по-разному в исполнении этих двух выдающихся театральных коллективов. И в одном из театров Достоевский будет выглядеть абсолютно протестующим против несправедливого государства писателем. А в другом театре этот же самый текст будет нам говорить, зрителям в зале, что оставьте государство в покое и дайте спокойно ему развиваться. Один и те же самые буквы. Просто Достоевский настолько всеобъемлющий, огромный такой мир, что в принципе там можно всё, что угодно найти. Найти любую цитату и на неё совершенно противоположную. Какую-то идею, которой он увлекался в одном году и опровергал через 10 лет и так далее. Всё зависит исключительно от того, что мы хотим оттуда вытащить, если нам нужно кому-то что-то доказать. Но в принципе, конечно, более успешна в этом смысле та сторона, которая считает, что он такой вот очень национальный, национальный, государственный писатель. И только либералы тянут к нему свои... Грязные ручонки. Да, грязные, дрожащие ручонки. Хотя на самом деле, да, и я неправильно абсолютно говорить, совершенно справедливо, что в нём нам кажется противоречием, что как это он и русский патриот, и европейцы одновременно, а для него не было этого противоречия. Это не две несовместимые какие-то вещи. Сейчас для нас это вроде бы разные политические какие-то направления, а для него это, естественно, соединялось в нём. Да, более того, вы совершенно правы ещё в том, что нынешнее разделение на либералов и патриотов, оно другое. Да-да, совершенно другая линия. Примерно тот же вектор, запад-восток, но отношения разные. Тогда это было не политическим, тогда не антагонистически были отношения. Эти люди могли друг с другом говорить, сейчас они не говорят просто друг с другом. Сейчас вообще как-то техника разговора с теми, с кем ты не придерживаешься единой системы взглядов, она стремительно уходит. А тут ведь действительно надо вот что. Тоже вот мы начали об этом говорить. Один и тот же человек в разные часы дня, в разном настроении, у него есть и то, и второе, и третье. И он это высказывает. Внутри его это существует в некоем комплексе. Но когда он это высказывает отдельно, в разных контекстах, а еще, не дай бог, это просто вытаскивают из контекста и ставят, это про одну и ту же фразу, одну и ту же, не разные части. Я помню по поводу того, как скажешь, когда-то, помните, генерал Лебедь, у него была избирательная кампания, и он выступал и говорил, лучше с нами. А его породили, лучше с нами. Да, да. Папа, дай денег. Еще был такой анекдот, что папа возмущается, сын прислал телеграмму, нет, чтобы написать, папа, дай денег. Так пишет, папа, дай денег. Вот это тот же самый случай такой эмоциональной интерпретации. К вопросу о западничестве Достоевского, я тоже любопытный факт буквально в процессе подготовки выяснила, что, оказывается, Британская Би-Би-Си, не русская служба Би-Би-Си, а настоящая британская, они к 200-летию Федора Михайловича тоже провели какое-то исследование и обнаружили, что впервые за много лет Достоевский обогнал Толстого и стал самым читаемым русским писателем в Великобритании. И что, ну, то есть, может быть, это, конечно, результат именно каких-то юбилейных разговоров, просто в Англии, может быть, все вспомнили о том, что на свете есть Достоевский, но мне как-то приятно думать, что это что-то говорит, в том числе о мире и о его видении Достоевского. Вот как ты, Женя, думаешь, что это? Я думаю, что говорит. Действительно говорит, потому что я последние годы довольно много общался с англоязычными средствами массовой информации, английскими и американскими. И я слышал разные фразы, но они были не похожи на то, что бывало раньше, что звучало. Там я говорил, что, ну, вот я мог бы сказать то-то и то-то, но, наверное, вам это не будет приятно слышать, и я как-то это неконфронтационно скажу. Они говорят, скажите, вы, как русские, имеете на это право. Несколько раз я это слышал. И я понял, что их немножко достали какие-то, ну, вот я бы сказал, какой-то избыток политкорректности, там, еще каких-то проявления каких-то вещей. При том, что я, в общем, мне кажется, что вообще любой человек должен идти по какой-то линии такой мейнстрима, потому что из этой линии можно что-то высказывать, но опыт вот мой жизненный подсказывает, что истина не лежит на полюсах. Она обычно где-то посредине, и поэтому не нужно уж очень, так сказать, уклоняться в ту или другую сторону. И вот то, что сейчас там происходит, это несколько раздражает их самих. Вот. И они понимают, что им вроде не положено чего-то говорить. Ну, я не знаю, вот последнее известие, которое меня поразило, о том, что в Берлинской опере был, сняли с репертуара щелкунчика. Вот. Ну, что здесь говорить? И в этом контексте тогда интересно, что фактически Достоевскому отводится роль такого дрессированного медведя, который может приходить, и как русский писатель, буквально как ты, может приходить и говорить людям то, что им неприятно, то, что они не хотят услышать. То есть вот ты с этим... Или наоборот, то, что они не могут позволить себе сказать, делегируется сказать Достоевскому. Может быть, вот в этом смысле. Вот я думаю, что то, о чем ты говоришь, это штука не случайная. Я-то, конечно, признаться, узнав этот удивительный факт, я немедленно поделилась им со своими студентами, на что мои несколько циничные молодые студенты радостно сказали, ну, конечно, мрачняк такой, такая созвучность. Кстати, это очень не точно, потому что как воспринимается, вот если очень примитивно, как бы анекдотично, скажем, Толстой, это как образ, это человек, который все нашел, а Достоевский, как образ, это человек, который ищет, это человек переломов, взвинченных эмоций, почти до истерики иногда, во всяком случае принято так играть, человек очень жестоких иногда задаваемых вопросов, на которые он пытается найти ответ и не всегда, кстати, и находит. То есть это человек абсолютно как бы переломного какого-то времени. И если это ощущение происходящего перелома, еще мы не понимаем, что что-то очень сильно меняется, мы не знаем к лучшему или нет, что-то происходит непонятное, но очевидно очень мощное внутри, тогда Достоевский, конечно, этому соответствует намного больше, потому что там такие же. Люди в процессе переломов. Да, да, его книги, это книги о людях в процессе переломов, в котором многие сейчас себя чувствуют. Не только там на Западе, но и у нас то же самое. У нас все то же самое, только пока еще позже началось, поэтому не дошло до убийства старухи. Это покой Достоевский движение. У наших друзей и партнеров из Авиасейлс очень хорошие новости. У них появился первый платный сервис, который называется «Еще». Этот сервис обеспечит всем желающим возможность доступа к картам, на которые нанесены секретные локации от местных экспертов, которые вы никогда не найдете без их помощи. Кроме того, в сервисе «Еще» есть интересные аудиопрогулки, экскурсии и многое другое. Более того, «Еще» предлагает замечательную возможность кэшбэка. Если вы будете пользоваться трансферами от сервиса «Киви», то вы получите 10% кэшбэка. Все билеты в музеи на аттракционы и шоу через сервис «Тикетс» принесут вам 7% кэшбэка. А в Москве и Петербурге вы сможете сдать ПЦР-тест всего за 2100 рублей, из которых 900 рублей вернутся вам в качестве кэшбэка при использовании сервиса «Лайфтайм Плюс». Более того, обратите внимание, что кэшбэк у «Еще» не ограничен, и вы можете выводить деньги на карту или любым другим удобным для вас способом. Стоимость сервиса «Еще» по промокоду «Езифович» всего 890 рублей. Пользуйтесь услугами «Авиасейлз», потому что ребята правда лучшие. Всю необходимую информацию и ссылки вы найдете в описании видео. Пора в путешествие! Узнай в приложении «Авиасейлз» куда можно. Мне как раз немножко еще запал в душ тезис моих студентов о беспросветной мрачности Достоевского. Я должна сказать, что я за последний год довольно значительную часть корпуса текстов Федора Михайловича либо переслушала, либо перечитала. И я должна сказать, что в общем вот эта обыденная, такая обывательская точка зрения, что Достоевский – это лютый мрачняк, она в общем не такая неверная. То есть действительно у Толстого, скажем, ну понятно, что это вечная дихотомия Толстой и Достоевский, у Толстого очень много света. У него и понятно, из каких мест он идет. Свет – это всегда детство, это всегда семья, это всегда то, что можно с некоторыми кавычками обозначить как народ. То есть у него есть какие-то вот оазисы, в которых будет светло. А у Достоевского я вот такого системного света практически не обнаружила. Понятно, что есть, не знаю, князь Мышкин или есть Алеша Карамазов, и, конечно, они такие фигуры в свете. Но это все-таки, во-первых, такой довольно болезненный свет, во-вторых, очень хрупкий и неустойчивый. А хотела бы узнать ваше мнение, что вы скажете об этой знаменитой Достоевской мрачности? Достоевский и бесноватый. Ну, прежде всего, Достоевский обладает чувством юмора. Вот ты добрый читатель. А где он им обладает? Капитан Лебяткин, генерал Иволгин. В общем, у него довольно много. У Толстого смеха вообще нет, насколько я понимаю. Ну, то есть он очень серьезен. У него действительно есть положительная программа, он гармоничен. По-моему, это Мережковский писал, что Толстой, он как бы, он завершен, он гармоничен, он здоров. А Достоевский, он больной. Но он же правда был тяжело больной человек. Он был тяжело больной человек. И, в общем, у него все как-то не заводилось. И у Толстой, и с деньгами у него было все в порядке. Он за Анну Каренину получил, например, 20 тысяч рублей. На 20 тысяч рублей можно было купить дом в Москве и его обставить. А Достоевский писал, вот если почитать его переписку, почему такой разрыв в гонорарах между мной и графом Толстым, это отражает качество текста. То есть он как-то иначе это формулировал, но он получал гораздо меньше Толстого. А, кстати, интересно, почему? Ну, действительно, будь я на месте Достоевского, я бы тоже заинтересовала. Да, один из ответов был, потому что Толстому, в отличие от него, деньги не очень нужны. Ну, как-то это ужасно унизительный, мне кажется, ответ. Да, ну, Достоевский, вообще для него это была, как известно, больная тема. Но что интересно, вот у нас в Пушкинском доме, в музее, есть вещи писателей. Почти от всех писателей остались кошельки. Да, причем именно кошельки, не портмоне. А для мелочи? А для мелочи. Вот, в частности, лежит кошелек Достоевского. Но вот эти истории, когда он просил денег у Тургенева, Тургенев ему предложил половину просим его дать, он просил 150 талеров, насколько я помню, попросил, проигравшись. Вот. А Тургенев спросил, не хватило ли бы 75. Это были большие деньги. И Достоевский, это в письмах его, он был вне себя. Он говорит, ну не давал бы вообще. Да, но начинать со мной торговаться, значит, сколько мне. Вот. И у него это было, конечно, тяжелым пунктом, просто потому, что когда деньги есть, этого не понять, видимо. А когда вот у Игоря Волгина замечательная статья у нас вот в тексте и традиции опубликована, называется «Швейцарское чудо». или «Чудо в Женеве», как-то так. Он описывает, что он нес закладывать платки жены. То есть это уже крайняя степень. Это вот это такое мармеладовское, что бедность не порог, а нищета порог. Что касается мрачности Достоевского, то я бы согласился в одном пункте. Смотря когда и кому его читать. Вот я «Преступление и наказание» впервые прочитал в 11 лет. Это было очень неправильным делом, как я сейчас думаю. Лет в 14 нормально. Но вы в школе проходите, по-моему, в 14 лет. Где-то 7-й, по-моему, класс. Да, и у меня такое мрачное впечатление произвело, что я на несколько лет вообще ушел от Достоевского. Я читал вообще какие-то такие, допустим, Ольга Федоровна умирала, там еще. В общем, не вовремя я как-то. И вот и тут мрачно было. Но на самом деле даже в «Преступление и наказание», а я недавно перечитывал, очень много света. И, в общем, это как светло... Или вот те герои замечательные, о которых ты упомянула. Вот князь Мушкин это что-то невероятное для литературы. Безумно сложно описывать положительного персонажа. Просто фантастически трудно. Злодеев, подонков это расплюнуть, это легко. Сказал писатель, не написавший, по-моему, ни одного злодея. Да, но я их не люблю. А вот я не сравниваю себя, не дай бог, с Федором Михайловичем, но у меня в какой-то момент в 90-е годы, когда вот такая безнадега какая-то была во всех смыслах. У меня возникла мечта, то есть я думал, что если бы я писал, я бы написал о чем-то хорошем, о ком-то хорошем. Вот. И когда у меня возникла мысль написать о добром человеке, я не рискнул брать его в современности, потому что это был бы либо околоцерковный сюсюк, либо какие-то выдумки, это было бы не... я ушел в 15-й век, и я написал образ Лавра в традициях о географии, которая создана для таких вещей, таких повествований. Вот. А Достоевский совершил невозможное. Он взял человека, который совершенно убедителен современника. Вот. И не побоялся его написать. Но и то все-таки ему пришлось сделать его иродивым. Да, ему же пришлось себя сделать сумасшедшим. Сумасшедшим, да, идиотом, прямо скажем. Замечательно, что вы сейчас вспомнили про 90-е годы. Я в 90-е годы, в середине 90-х жил на Большой Московской, где сейчас стоит памятник у станции метро Владимирская. На Большой Московской, которая, значит, упирается в Владимирскую площадь и Кузнечный переулок. То есть вот музея квартиры Достоевского там было пешком минуты три от моего дома. Я там жил в 90-е годы. И вот гуляя по Кузнечному переулку, а там рынок и все, это очень было грязище, и какая-то все такая неустроенность и бесперспективность. Вот когда там гуляешь, вспоминая то время, понимаешь очень хорошо, почему мрачный Достоевский. Потому что ты подходишь к окну в своей квартире, смотришь туда, а там Кузнечный переулок, а тут рынок, и все какое-то грязное, и мрачное, и все какие-то потеки на стенах напротив в домах, и все какое-то изношенное, и какая-то тяжелая суета. И думаешь, да, вот здесь можно было написать, конечно, только что-то очень мрачное. То ли дело Толстому, который вышел на крыльцо в Ясной Поляне, солнце светит, поселение и поселенки, и получается что-то светлое и с хорошей перспективой. Вообще, на самом деле, вот мрачность эта Достоевского, это же очень важная часть нашего петербургского мифа. Да, я как раз хотела. Это необходимая его часть. Он, причем, казалось, что вроде бы и умер уже, да, но как-то все стирается, различия между Москвой и Питером, остались только вот эти анекдотические бордюр-поребрик, там пышка, значит, пончик и так далее. Выясняется, нет. И этому каждый раз, ну, благодаря тяжелым и мрачным обстоятельствам с этими преступлениями, с расчлененкой и так далее, и каждый раз обсуждение снова возрождает этот петербургский миф о мрачности, а что тут еще могло быть, это же Раскольников, это Топор, там и так далее. Насколько это все живучее, и насколько Достоевский важная часть вот этой вот нашей петербургской мифологии. Я вот как раз сегодня шла по заснеженному и прямо скажем довольно сумрачному Петербургу, и я думала, ведь Федор Наш Михайлович, он же родился в Москве и прожил до 17 лет в Москве, то есть это не то, чтобы раннее детство. С рождения, да. А при этом он очевидный петербуржец по выбору, то есть он выбрал себе эту эстетику, он выбрал себе этот город, и конечно, в этом тоже действительно есть какая-то перекличка между его характером и вашим прекрасным климатом. Да, безусловно, и он в общем как раз и продвинул этот миф, и практически Иисус. Потому что были гуглевские, конечно, петербургские повести, но... Которым он подражал. Да. Но он там выкрутил на максимум. Вот у Пушкина Петербург есть, а собственно вот этого тяжелого, мрачного мифа нет. Потому что «Медный всадник» все-таки это не совсем Петербург, это общерусский такой... Это фэнтези немножко. Не совсем петербургский. Да, Достоевский это формировал и в общем этот миф в какой-то момент заместился в советское время на ленинградский миф. Это такой интеллигент в берете. Да, мы здесь все интеллигентные, а Москва торгашская. А Москва, да. Вот. этот миф... До сих пор он транслируется, мне кажется. Он транслируется, но меньше. это в общем совершенно... Хотя, когда в Москве надо представить ну там какого-то человека с топором, так конечно звонят в Петербург. Мне... Я не шучу, мне позвонили с одного телеканала на ток-шоу такой один из важных наших телеканалов по поводу расчлененки. Тебе позвонили? Да, мне позвонили, говорят, вы не можете приехать на программу по поводу расчлененки? Я вообще на ток-шоу не хожу. А тут я вдвойне удивился, говорю, почему меня? Они говорят, вы тоже доктор наук. Профессор. Они говорят, профессор расчленил. Значит, нужно профессора и прокомментируя. То есть я как следующий кандидат на расчлененку, значит... Интересно, в активной роли. И, кстати, половина, если не больше, сериалов криминальных... Конечно, Бандитский Петербург. И дальше и улица разбитых фонарей. Это тоже Петербург. И до сих пор именно так происходит. И вот это, кстати, очень для меня тоже интересный вопрос, на который у меня нет хорошего ответа. Поскольку я все-таки в основном читаю современную литературу, я обнаружила, что в современной литературе есть ровно русская, я имею в виду, есть ровно три локации. Действие может происходить в Москве, в Петербурге или в Уриупинске. То есть вся остальная Россия это такая слабо расчлененная провинция. Она может быть умиренная провинция, она может быть ужасная провинция. Замкадье. И даже, признаться, Петербург выглядит бледновато. То есть когда в какой-то момент Москву прозвали дефолт сити, и это было с одной стороны скорбительно для всех остальных, а с другой стороны довольно точно. И, конечно, в этом смысле Достоевский, который реально в одни руки сконструировал целый миф о городе. Ведь я всегда вспоминаю цитату из поэма «Без героя» «Царица Авдотья и заклятый» «Достоевский и бесноватый». То есть когда слово Достоевский, фамилия Достоевский употребляется как прилагательное для описания города. Я, поскольку совсем человек далеко не питерский, и мне сложно оценить, а насколько вообще вот эта фигура Достоевского, насколько она важна для локальной петербургской идентичности? Она важна, безусловно, но здесь, Галя, вот есть еще одно обстоятельство, я продолжу твой вопрос. Это миф о столичном городе. Это жестокий, равнодушный город, такой же, как Лондон. У Лондона тоже есть вот эти краски. И ну вот вспомним, допустим, обыкновенную историю. Приезжает вдохновенный такой юноша из провинции, и дядя его носом, дядя посылает от своего имени там, допустим, текст, вот. Он говорит, пиши о Наземе, зачем ты эти пишешь вещи. Это равнодушный город, это холодный город. Это вот теперь Петербургу к этому уже не вернуться, потому что Петербург не столица. Теперь место Петербурга заняла Москва, то есть она была до этого, но тогда не было литературы в современном смысле. И вот теперь равнодушная, но вот такая столица, которая, где выживает сильнейший, где единственное, что в Москве уже нет этих подворотин, Москва слишком богатый город, чтобы позволить себе там такие вещи. и Питер, мне кажется, эволюционировал вот в том направлении, что он странный, он не здесь, он немножко там. в Питере начала развиваться метафизика некоторая, которая уже не связана со столичностью. столичность это очень много, особенно для России, это для Америки немного, для Германии немного, там все рассредоточено телевидение в Гамбурге, столица в Берлине и так далее. А в России все в столице, деньги, власть и так далее. И только столица может обладать такой неприступностью и все. Сейчас вернулся, вернулось слово Петербург, вернулись, но прежней уже не будет и ее нет. Не знаю, как вы это чувствуете, для меня это очевидно. Пошло движение в область метафизики. Достоевский тут тоже будет весьма уместен. Весьма уместен, он основное действующее лицо. Мы ходим по Петербургу и мы видим этих людей. Мы идем по Гороховой, там жил Обломов, потом он, правда, перебрался на Выворогскую сторону. Мы идем, я не знаю, по линиям Васильевского острова на 14-й линии жил Ремезов. То есть это все абсолютно читается сколько-нибудь грамотными людьми. Они знают, но я уже не говорю о туристических маршрутах по Раскольникову. литературный весь. Некрасов. Вот Некрасов, Маяковский, Гумилев последний его адрес, откуда его увезли. То есть абсолютно там дальше башня Вячеслава Иванова чуть подальше, за Таврическим садом. То есть это абсолютно все литературой пропитано насквозь. А вот скажи мне, Женя, извини, пожалуйста, я хочу спросить тебя не как доктора наук как писателя, а ты внутри себя петербургский писатель или... Да, я петербургский и причем вот тоже у меня не случайно все... Это локальная идентичность, она важна для писателя? Она важна. Для меня она важна, потому что у меня как-то особо жизнь сложилась, я вырос в Киеве, но семья моя приехала из Петербурга в Киев. То есть ты тоже петербуржец по выбору буквально. Да, и для нас это была вот какая-то земля обетованная, моя бабушка и моя прабабушка, они говорили, вот там что-то происходило, они так, вот у них был такой особый вздох, а в Ленинграде бы так не сказали. И вот все это, и для меня это был вот такой миф, который меня повлек сюда, вот как бы для меня это было некоторым образом возвращения, и для меня вот это ощущение Петербурга очень важно, но при этом у меня нет ни малейшего антагонизма в отношении Москвы, потому что это все-таки система двух столиц. Однажды Дмитрий Сергеевич Лихачев, он сделал очень интересный доклад, он говорил о биполярности России, которая всегда была, на всех этапах, и он говорит, была система двух столиц, одна столица европейская, одна внутренняя, и он говорит, это начинается с пары Киев-Новгород, потом это была Москва, там, ну, со всеми сложностями прихода Москвы к власти, потом возникла, возник Петербург-Москва, Петербург восточная, Петербург европейская столица, Москва внутренняя, Экспортная, Эльхачев говорил, что, когда Россия открывалась миру, то власть была у западной столицы, вот, и он говорит, поэтому первое, что сделали коммунисты, это перенесли столицу в Москву, вот, и это действительно пара, это система, но Петербург это можно принять одним словом, это стиль, Москву этим словом не определишь, там какие-то другие определения, и что интересно, вот, я много думал о Петербурге, потому что у меня есть третий глаз, так сказать, извне, и вот здесь только в 20 веке Петербург опустошался как минимум два раза, в 17-м, 20-м годах, 21-м, вот, прочитать «Заихренную Русь» Ремезова, и, конечно, в блокаду, и потом Петербург заполнялся новыми людьми дважды, и эти люди, заливаясь в эту форму, становились петербуржцами. Да, изменялись и переходили к тому же самому это удивительно, конечно. И покойный Александр Михайлович Панченко когда-то сказал, вот он примерно на эту тему рассуждал, что люди становятся петербуржцами, он говорит, это не значит, что они все не вылезают из русского музея, он говорит, просто если человек ежедневно проходит мимо Эрмитажа, даже если он туда не заходит, это его благораживает. И вот эти камни имеют способность творить, воспроизводить население и воспроизводить этот миф. Это очень интересно. Немногие города способны это делать. Камни выстраивают в себе нужное окружение. Подтачивают людей под себя. Это действительно очень красивая и интересная мысль. А вот кстати о вообще локации, о человеке в городе. Нас же всех здесь собрал фонд Петербург-Достоевского, в которых есть проект, связанный с созданием такого писательского дома. Дома, в котором будет проходить масса всяких литературных событий, которые они как раз хотят связать с именем Достоевского. Вот ты как писатель, как ты думаешь, во-первых, правильный ли это выбор фигуры, вот такого героя панима, как говорили мои любимые древние греки. Это правильная фигура, чтобы вокруг него строить какую-то писательскую идентичность Санкт-Петербурга. Безусловно, это я бы сказал единственная возможная фигура, потому что вот как мы говорили здесь миф Петербурга, это конечно в первую очередь Достоевский, даже не Гоголь, хотя Гоголь очень много сделал для этого, и Достоевского в раннюю пору обвиняли в том, что он является, что одно дело быть под влиянием чьим-то, но он перешел эту границу в отношении Гоголя, он просто его переписывает. Вот в частности в принципе двойник мог бы быть написан. По поводу двойника это и говорилось. Но в первую очередь он, и он я думаю чувствовал хорошо эту историю и понимал, что делает. Это было не то, чтобы сознательно, а может это сознательно, потому что он уже очень это все описывается так иногда нарочито, и вот эта комната-гроб, комната-шкаф. Которая, как известно, не соответствует сама себе, то есть это комната Раскольникова, в которую ничего не помещается, того, что в ней есть. Есть же какое-то довольно известное исследование, сейчас не могу вспомнить чье, но в какой-то момент, когда Достоевский описывает комнату Раскольникова, он ее написывает как очень маленькую, а потом в какой-то момент в ней оказывается одновременно пять человек, и они все сидят и не касаются друг друга локтями. Конечно, такой несколько магический мир. Это подвижно его пространство, и это, конечно, такое пространство, которое не только здесь, оно продолжается в какой-то другой сфере. И Достоевский главный творец, потому что до него, конечно, это было совершенно не то. Вот такой мрачный, трагический Петербург, это Достоевский, и так оно будет долгое время, просто будут какие-то коррекции, потому что Петербург нынешний неравен Петербургу 19, века, но то, что то здание, которое заложил Достоевский, оно, собственно, и будет стоять. И тогда вполне красиво и гармонично выглядит идея действительно построить литературный дом и сделать его каким-то продолжением вот этого проекта. Такая будет Петербург в Петербурге, квинтэссенция Петербурга. Да, это вполне интересная идея, и мне кажется, что там можно было бы устраивать какие-то... Вообще в Петербурге можно многое на одной топонимике построить. очень допустим Александровский бывший проспект это проспект Добролюбова. И там построили бизнес-центр такой современный называется Добролюбов. Бизнес-центр Добролюбов. Да. В этом что-то есть. и названия гостиниц там которые так или иначе отражают литературу и все. вот я маленькую тайну открою. Мы вроде бы будем снимать фильм «Авиатор» и у нас будут такие точечные герои. Возможно этим займется по крайней мере мы об этом говорили с Михаилом Шемякиным. Вот кто один из творцов еще. Да. Нынешнего. Да. Может быть стилизовать вот это все будет именно он. И будут точечно просто в толпе вот какие-то петербургские типы. Вот. И причем каждое время оно дает определенный тип вот я повторяю советский тип это плащ берет. Дмитрий Сергеевич Лихачев был воплощением петербургского интеллигента, ленинградского интеллигента. Была замечательная история. Один выдающийся ученый мне говорит представляете а у него было такое салатного цвета плащ билет он идет по улице он говорит останавливается машина и оттуда выглядывает человек и говорит простите вы не из Зеленогорска у него зеленые билеты вот но это такая питерская картинка здесь любят пошутить и прежде чем мы расстанемся я хотела бы попросить вас каждого из вас и сама я тоже это сделаю назвать одну книгу Достоевского вот если Достоевский то какая книга Ген давайте начнем с вас какую бы вы книгу для себя поставили особняком я думаю братья Карамазовы потому что в этой книге как даже по сравнению со всем остальным Достоевским люди чуть главные герои чуть больше чем люди а это абсолютно цельные человеческие типы и вся семья Карамазовская и все кто их окружает это больше чем личности это типы людей человеков которые в пространстве этой книжки сталкиваются а это самое интересное что вообще может происходить в литературе да пожалуй я тоже соглашусь с тем что все таки они все одновременно и очень живые и очень индивидуальные в то же время абсолютно универсальные я очень хорошо понимаю спасибо Женя ты какую книгу назовешь хотелось бы что-то другое но не получается тоже братья тоже братья Карамазовы ну вот я бы говорил конечно о великом пятикнижии Достоевского вот как это принято называть но все таки братья Карамазовы собственно даже в его жизни вот он стал по-настоящему таким классиком классиком после братьев Карамазовых собственно это он вскоре умер после ну вот это к этому он наверное шел и успел это написать и слава богу братья Карамазовы это совершенно удивительно вещь и я вот недавно прочитал в письмах Эйнштейна он говорит что это вещь потрясающая то есть это человек который находился на той степени глубины который может это оценить будучи совсем в другой сфере масштаб виден и вот наверное не знаю я не люблю фраз там больше всего или там но что-то я не помню по впечатлению чтобы что-то сравнилось с братьями Карамазовы в моем сознании удивительное вот этот удивительный диалог великого инквизитора с Христом я почему говорю диалог есть одна работа такого итальянского исследователя Кауччи лучше на каком языке молчит Христос да ну а я хочу назвать книгу которая в свое время для меня стала каким-то другим Достоевским и это записки из мертвого дома потому что мне кажется это какой-то другой тип Достоевского это не тот писатель которого мы все знаем любим ненавидим раздражаемся имеем с ним долгую историю отношений я помню что я прочитала записки из мертвого дома уже очень взрослым человеком и мне показалось что во-первых это книга без которой очень трудно понять Достоевского как человека это наиболее близко к такому персональному почти автобиографическому высказыванию во-вторых это книга потрясающе современная с точки зрения жанра это человечество пришло к такому типу письма ну не знаю может быть 30-40 лет назад и это для меня это лишнее свидетельство того насколько большой и разный писатель наш дорогой Федор Михайлович спасибо вам огромное за этот разговор мне было ужасно интересно и многие мысли которые я сегодня услышала я буду думать дальше и надеюсь что наши зрители тоже будут их думать дальше не каучи капальну я боюсь Женя что это информация которую кроме тебя здесь никто не может впитать и осмыслить это для вечности спасибо вам спасибо